так значит начинаю приводить в порядок лебедку если так посмотреть видно что она перекошена то есть мои все вот эти вот крепления из уголка сначала у меня там был 35 по моему потом я 40 или даже 50 брал но при больших нагрузках их вот загибает так вот посмотреть то видно поэтому а ну и у меня разбит редуктор внутри возможно как раз таки из-за таких вот перекосов все это у меня произошло возможно из-за неправильной смазки в общем суть в том что внутри шестеренки все изношены разберу покажу так первым делом нам надо переделать что то есть видно что здесь у меня шток сбоку здесь шток сверху тут у меня был также но я его сдвинул чтобы у меня сейчас нужно выкрутить вот эти все болты и повернуть площадку так чтобы у нас все это дело повернулось нам нужно чтобы рычаг у нас был сбоку таким образом можно обратно будет собрать не заодно можно смотреть что внутри редуктора прокладку не порвать вот он редуктор сейчас разберу свой старый наверно надо будет сравнить с тем что есть лебедочки редукторы точнее разобрал и еще раз но я уже вроде показывал сниму то есть вот что у нас случилось зубьями на планетарках их не только сточила но еще и повернула вот то есть здесь у нас подвижные заклепки которые держат вращается шестеренка вместе с заклепкой и вся эта планетарка ходит ходуном то есть то же самое на этой зубе сгрызаны здесь не так который по на ушке ходили здесь здесь небольшой износ но самая основная проблема это вот этой планетарки в новом редукторе что значит есть прокладка внизу свой спереди и сзади что касаемо планетарок самих ничего не скажешь она новая пока смазка какая-то присутствует по смазке сейчас еще отдельно буду читать интернет какую туда заложить потому что хочется чтобы пожила она подольше но это откатала у меня наверное нормально откатала полтора года причем ну каждое их одну она у меня подвергалась работе например на каждые выходные плюс-минус что еще я здесь не обнаружил то есть вот в эту планетарку входит вот это и здесь то же самое но здесь смотрите было таропластовая шайбочка колечко на этой шестеренке то есть вот здесь была эта шайба и когда шестереночка одна планетарка входит в другую столько все изношено что даже не могу ставить перекос включалась ручная вот то есть остается зазор между ними и внутри она не задевает внутреннюю частью шестерня вот это у точнее это внутренней шестерне она не упирается без этой втулки вот если внутри там смотреть то эта шестеренка будет упираться в металл даже слышно звук что там он задевает поэтому но опять же с этой шайбой шестеренка не до конца заходит за цепление то есть где-то вот так вот она остается я хочу эту шайбу сейчас немножко толщину снять и поставить все-таки на эту так будет правильнее не кажется так у нас получается расстояние 4 миллиметра что не церкви у меня уже подуставший и надо наверное миллиметр или два взять запасик толщина втулки с 8 миллиметров то есть вот сделать 6 миллиметров должно быть все хорошо сейчас подумаю как сточить или дремелем или на болгарке сейчас размечу и буду режать так вот я значит сделал тем же штангенциркулем рисочку провел 5 миллиметрового и сейчас дремелем с насадочкой на эту штучку шайбу колечко сделаю уже так сильно плавится вот такая вот штука получается попробовать ножом так вот нету на наждаке бы еще подровняй придется ручкой равнять уменьшим толщину кольца получается у нас диаметр именно тут который нам нужен 5 с копеечками берем колечко надеваем сюда вставляем другую планетарочку у нас получается такой бутербродик и внутри шестерня не видно что она чуть-чуть не доходит до металла при этом спокойно свободно вращается у меня еще вот же со штоком вопрос то есть на штоке у меня вот есть износы то есть где-то в интернетах я смотрел тоже обзор на ремонт лебедки точнее не на ремонт а просто человек разобрал и у нее такая же беда была и вот здесь у нас сточены шлицы также они сточены вот здесь и здесь здесь вот у нас не критично у нас единственное место где это вот здесь вот шестеренка надевается здесь здесь есть люфт поэтому наверное я сейчас переделаю то есть делается как снимается отсюда вся начинка нарезаются под стопорные кольца дремеля на 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 правильном расстоянии пазы все это переносится справа налево или слева направо в общем отсюда сюда и соответственно эта штука будет на новом шестиграннике сейчас я посмотрю попробую хочу росли посмотрю шлицы насколько они тут слизаны непонятно критично не критично сейчас посмотрим так ну вот я сделал два пропила то есть это у меня вот были штатную с этой стороны это одно колечко уже поставил и вот у меня второй который я собрал с новым пропилом здесь стоит стопор и сзади стоит стопор дальше по лебедочки значит штатное крепление троса вот идет на такой вот болтик сюда через алюминиевую штучку вот вариант который мне понравился у андрея это вот такой вот крючочек привариваем на конце троса будет петелька и мы просто в любую сторону какую нам надо мотаться можем зацепить если сюда то сюда если назад то вперед в общем за обе стороны два витка и можно наматываться то есть при таком положении барабан точнее лебедка всегда будет использовать максимально свою мощность то есть у нас не будет два-три ряда слоя мы накинули мотнули два виточка и начинаем лебедиться вот такой вот крючок у нас получился сейчас почищу покрашу и все подходим цепляем укрюк я покрасил все красиво симпатично еще сварочных работ добавим вот эти вот подвижные заклепки на планетарке то есть есть мнение что сначала как раз ослабляются ослабевают заклепки заклепки все подварил поставил точки с обеих сторон каждая заклепка стоит . сразу решил заглянуть в электромотор щеток еще полно износа здесь я не наблюдаю подшипник люфта не имеет крутится свободно люфтов нет контакты внутри все чистые немножко есть пыль но это вот щеток так вполне чисто потому что болтики даже были на герметике что порадовало вот эти длинные болты у них тоже резиновое колечко сейчас соберу обратно нечего тут делать в электромоторе так все-таки пошатав редуктор на опорных подшипниках я решил их тоже заменить потому что передний имеет такой значительный люфт ну а если уж поменять так сразу оба в общем здесь стоят hch китайские 6203 и такой же hch 6202 закрытые я у себя на работе взял на третий gmb подшипник маховика и генератора много куда идёт на корейские машины и 6202 кбц хорошие подшипники сейчас я их напрессую и можно будет собрать электромотор подойдет нам головка на 16 все подшипник на месте он был заподлицо так его и сделано аналогичная процедура там у него весь буртик в который он опирается дальше него колотить нет смысла все у меня оба подшипника заменены так соберем электромотор здесь вот у нас щетки конечно в воде лебедку не доводилось еще ни разу топить но если есть прокладки лучше их загерметизировать дополнительно так в общем насадил я крышечку подстучал все это дело прижалось так и теперь самое ответственное это вот через крышку вот этими шпильками попасть вниз здесь примерился меточки поставил по бокам думаю поможет то есть также обезжириваем крышку здесь резиновое уплотнение идет по контуру вот оно но сейчас еще герметиком пройдусь так и все здесь собрано все у меня готово для сборки значит готова площадка новая из швеллера заказывал я вот такую вот смазку motule для редукторов лодочных моторов почитал интернет и посовещался со знающими людьми то есть в общем выбор пал вот именно на такую смазку смазочка у нас набита ну как набита то есть я смазал все зубья шестерен нанес на муфту так или ручек у нас прикреплен затянут болтами и сейчас нужно поставить лебедочку посадочные места и все будет готова при установке в швеллер тут большая загвоздка вышла посадочная на новом редукторе шире эти вот ушки выступают но сейчас придется новая рачка поработать вот лебедочка у нас собрано так ну вот и подключил подключил мир под подцепил без измен смотрите сколько получается 35 35 килограмм так лебедочка у меня подключена так сумела она не сумела непонятно может смазки добавить короче фиг его знает ну сколько отходит столько отходит но вот так дальше что у нас там касаемо крючочек которого который то есть вот этот крючок и мы можем подошли любой момент и все у нас пошла намотка тоже самое размотали если по каким-то причинам вдруг перестала работать смотка можно таким же образом на размотку на размотку пошла уже можно лебедить вручная размотка работает только как-то туго почему-то было намного легче с чем связано фиг его знает подведем итоги значит лебедка электрик винч 12000 фунтов отходила она у меня сезон ну точнее год зимой и летом я ее эксплуатировал привет Семен вот ну можно сказать что достаточно часто она у меня работала вот вышел из строя редуктор то есть ремонт мне обошелся редуктор 5500 плюс доставка ну 6000 смазка 500 рублей 6500 и два подшипника 200 рублей Ева ты чего плачешь итого значит 6700 рублей стоимость ремонта вот этой вот лебедки ну как бы непонятно нужна такая лебедка не нужна то есть ну вот год она отработала и сколько она еще отработает я вот понятия не имею по идее новый редуктор с электромотором все рабочее но вот как она работает звук мне ее тоже не нравится и качество самих там самого металла на шестеренках ну под большим вопросом ну в общем выбирать конечно каждому ну наверное все таки я ее конечно сейчас оставлю она у меня будет работать и надо будет думать уже о новой какой-то лебедки более качественной а эту пока она работает ну продать как бы ушку за минимальную цену пока она рабочая с новым редуктором с хорошим мотором так что вот как то так всем спасибо за просмотр ожидайте новые видео